Радио Болтком Прослушайте промо программы Прямая Речь Известные политики, бизнесмены и деятели культуры отвечают на самые острые вопросы аудитории и дают комментарии на самые волнующие темы Здравствуйте, я Абби Келкин и я приглашаю вас на ток-шоу Прямая Речь Слушайте по четвергам 17 до 18 часов Добрый день, уважаемые радиослушатели Начинаем работу в прямом эфире и может быть те, кто следят за ситуацией в образовании обратили внимание, что именно со следующей недели уже 16 августа вступает в силу довольно обширные и объемные поправки в закон о высшей школе ну, мягко говоря, это не очень удобно с учетом того, что уже с 1 сентября новый учебный год и вузы должны пытаться все это внедрить об этом мы сейчас поговорим с владельцем с учредителем Балтийской международной академии доцентом Станиславом Букой я так понимаю, что у вас такой определенный юбилей в вузе, кстати говоря, будет набора, да? 30-й, по-моему 30-й набор Балтийская международная академия старейший не государственный или не правительственный вуз Латвийской республики поэтому мы начинаем юбилейный год, конечно вот вы начинаете с этих объемных поправок понятно, что обо всем мы не расскажем но может быть самое ключевое, что изменится для вузов для преподавателей, может быть даже и для студентов Я бы как раз перевернул эту пирамидку и начинал с того, что имеет значение в первую очередь для студентов, их семей, понимание того, где они будут учиться, потому что одним из главных вопросов, которые рассматриваются в поправках, это так называемая типология высших учебных заведений то есть как будут называться высшие учебные заведения в Латвии и если сейчас это были, ну, например, университеты, академии и вузы, просто ауксколы и колледжи сейчас ситуация меняется достаточно значительно университетов, во-первых, сейчас было шесть становится их меньше и они будут называться, например, исследовательские университеты к таким относятся Латвийский университет, технический университет, сельхозуниверситет Елговский и университет Страдыня например, битва за Даугавпилский университет проиграна в этом плане, да? она не то, чтобы проигрывана, потому что следующий уровень университетов это так называемые университеты прикладных наук и единственный университет, который по данным этой недели министерства, они разработали критерии и по этим критериям вот расставили уже университеты хотя мы должны еще подавать заявку на то, кем мы хотели бы быть в будущей жизни так вот, единственным таким университетом прикладных наук является именно Даугавпилский университет параллельно у нас появляется еще три университета искусств на базе МАКСЛАС Академии, Академии художественной, музыкальной и Академии культуры теперь они все будут называться тоже университетами и значительная часть поправок как раз связана с описанием того как будет осуществляться реализация программ высшего образования в университетах культуры как будут присваиваться степени докторские в университетах культуры или на программах культуры и они достаточно облегченные по сравнению с другими вузами а вот дальше уже идут так называемые высшее учебное заведение или АУКСКОЛА, тоже прикладных наук но, во-первых, есть одна проблема а вы попытаетесь перевести, например, на английский язык АУКСКОЛА вы все равно его переведете, как это делает во всем мире как университет, University of Applied Sciences и в эту группу попал и Лепайский университет, например и Академия Резекненская, которая активно вообще развивалась и, ну скажем, добилась определенных успехов и все остальные негосударственные учебные заведения вообще мне это напоминает, конечно, старый советский мультфильм где было такое понятие, что как вы назовете корабль, так он и поплывет вот назовем мы исследовательским университетом, вот он и поплывет и кроме того если поплывет, конечно целью в законе это прописано для исследовательских университетов должно быть вхождение в первые 500 университетов мира в рейтинге мировые но вообще таких рейтингов, ну грубо говоря, 3,5 это английский Томпсон и QS рейтинги, шанхайский рейтинг ну и первый из них, он такой англо-американский в основном но если мы посмотрим, а что у нас есть на сегодняшний день ну например, самый распространенный это скопусовский QS рейтинг например, QS, вот я специально даже выписал 22-й год они уже дают на 22-й рейтинг если это Тартусский университет, то он 300-й Таллинский технический 751-й, 800-й не попадает Таллинский просто университет 1000-й, 1200-й а посмотрим, что в Латвии университет Страдыня 801-й, 1000-й РТУ, он занимает самое высокое место 751-й, 800-й, они дальше сначала идут именные места для университетов а чем дальше к 1000-й, а в рейтинге попадает в этом году вот 1300 университетов мира значит, ЛУ потерял позиции, к сожалению, и на сегодняшний день занимает в рейтинге с 1000-го по 1200-е место как этим университетам прыгнуть в течение нескольких лет до 500-й? И что будет, если они не прыгнут? Думаю, что здесь ничего Догоним и перегоним? Как это было уже в нашей истории? Думаю, что не догоним и не перегоним хотя в законе прописано, что надо разработать специальную финансовую программу поддержки исследовательских университетов не знаю, не будет ли это вариантом, когда у одних забрали другим добавили тем же четырем исследовательским университетам ну, может быть, еще Макслас университетам но это проблема и в первую очередь она упирается в финансирование науки в Латвийской Республике которая занимает одно из самых-самых последних мест в Европейском Союзе И ничего кординально не меняется, да? Нет, хотя в законе было прописано, что мы должны увеличивать финансирование но этот закон не выполняют это мне напоминает, помните, зарплаты врачей должно было, а мы не увеличиваем Не увеличили, да Пока пандемия не случилась Поэтому я не могу ругать и ведущие наши государственные вузы потому что они добиваются этих мест не благодаря, а вопреки И есть еще одна особенность, которая четко прослеживается в изменениях закона У вузов становится все меньше и меньше автономии И эта автономия реально, ну, я бы сказал, что стремится чуть ли не к нулю Но если мы видим, что забирая автономию мы не получаем результата то может наоборот надо расширить автономию Будет ли она расширена в связи с тем, что в законе принимается еще одно очень серьезное решение которое стоит больших денег Это создание советов государственных высших учебных заведений Частные, не государственные Решают сами, да? Имеют право решать, да Мы имеем право решать сами Ну и у нас есть, ну, такие части того, что должны делать будущие советы госвузов У нас ведь есть все-таки управление с помощью собственников И мы считаем свои деньги А в государственных вузах, ну, их тоже, конечно, считают Особенно ректоры Последние данные показывают, что они не так, что уж бедствуют Особенно ректоры больших университетов Это вы так дипломатически сказали, да? Ну, наверное, да Потому что я знаю, что если я езжу на хорошей машине То я сам для себя знаю, что я сам машину эту и вожу У меня нет шофера И у моих партнеров нет шоферов Мы все ездим Нет группы советников, бюро, канцелярии и прочее Нет, ну, канцелярия, помощники все-таки они есть Но не в таком количестве У нас гораздо меньше проректоров В некоторых госвузах их там может быть и 6, 7, 8 Но, кроме того, эти советы, ну, например, в университетах Их состав должен быть 11 человек И это оплачиваемая должность В первую очередь, конечно, председателя совета Явно не на минимальную заработную плату, да? Ну, если бы я, как председатель, например, такого совета Там решал бы вопрос, каким образом я соглашусь То я бы с чего начинал? С зарплаты ректора Учитывая, что ректор теперь становится человеком Который отвечает за академическую и научную деятельность А стратегия, финансы, хозяйственное развитие Это функция совета и утверждения Я бы тоже сказал, а чего ректору, который чуть ли не вторым лицом уже становится У него 5-7 тысяч евро Ну, вы обижаете Ой, извиняйте Вот, если там в этом году ведущие ректоры зарабатывали где-то от 160 до 180 в год То это все-таки побольше, чем 5-7 Это для маленьких вузов Там, где будет по 7 членов совета Для них такое Так вот, я говорю Ну, в частных вузах мы, конечно, это считаем и видим Я знаю, что я экономлю на водителей И поэтому могу купить там машину Может быть лучше для меня, для вождения Чем если бы у меня был и водитель, и машина Или еще что-то другое Ну да, то есть частные вузы вынуждены каждую копейку считать Это понятно Вот, и особенно в условиях пандемии Потому что частные вузы в виде реально не получили ничего Да, у нас запрашивали потери Но реально мы не получили какой-то поддержки К сожалению, не получили такой поддержки ни преподаватели Ни студенты Даже те, которые учились на программах полного времени То есть дневного отделения Ничего Мы не получили ни копейки Но мы выжили пока, во всяком случае Думаю, что это относится не только к Балтийской международной академии Но и к большинству других вузов частных Не могу вас не спросить, чтобы было понятно Вы были у нас в эфире в те времена, когда были горячие дискуссии О регулировании языка обучения Так я дипломатически скажу в вузах Вот сейчас, если мы попытаемся без эмоций Уже по фактам Вот 1 сентября начинается новый учебный год У кого там вузов не 1-6, не суть Какие есть возможности Понятно, что в вашем вузе в основном это латышские программы и английские Какие есть возможности приглашать иностранных лекторов Или какого-то, не знаю, какую-то звезду в той иной сфере Которая могла бы прочитать лекцию, допустим, одну Никто не говорит о каком-то курсе, не знаю, на русском языке Не знаю, на французском языке, на немецком языке Ну то, что касается английского языка Он, конечно, доминирует на сегодняшний день После латышского, да И стимулируется это Вот мы сейчас проходим, например, в этом году Аккредитацию по 4 направлениям У нас направлений 9 Это самое большое количество направлений в частных вузах Ну, во-первых, это вообще-то деньги И это деньги очень серьезные Потому что, ну вот, аккредитация всех 9 направлений нам обойдется, думаю, что где-то в районе 150-200 тысяч евро Из которых мы половину, ну даже реально больше, заплатим, собственно, в АИЦ Это академическая информация, центр, центр академической информации Где есть аккредитационные центры И которые приглашают экспертов и всех остальных Ну, для того, чтобы было понятно Вот для нас это много или мало Ну, на мой взгляд, много Это 3-4 компьютерных класса Плюс закупка примерно тысячи книг на английском языке Плюс мы бы добавили 1015-20 на лабораторию по психологии Потому что... Практические занятия, да? Это и лаборатория для научных исследований И мы единственный негосударственный вуз, в котором есть программа по психологии И если говорить о поступающих из Латвийской республики То психология на первом месте Больше всего желающих И если мы видим по гуглу интерес Тоже, вот психология в условиях ковид Как бы превратила лозунг Что психология – это наука 21 века В потребность психологов в этом 21 веке Ну, не из-за... Просто желания из-за беды, из-за ковида Но так это произошло Приглашение иностранных студий, преподавателей для чтения Да, мы это практиковали и раньше Сейчас у нас, ну скажем, расширились финансовые возможности для этого Потому что если раньше нам нужно было пригласить там на неделю, на две, на три недели преподавателя Чтобы он всё-таки прочитал не отдельную лекцию, а хотя бы модуль курса Для этого надо было оплатить дорогу, самолёт или иногда поезд, гостиницу Визы в данном случае могли быть это гуманитарные, могли быть и бесплатные Ну, нужно было культурную программу для приезжающего преподавателя Это стоило, ну тоже всё денег А если это удалённо, и у нас есть такой опыт вот с польскими университетами У нас считали лекции из Австрии преподаватели На английском На английском Это пример Но здесь я могу сказать, что произошли изменения и у местных преподавателей Вот у нас за прошлые учебные годы около 20 преподавателей сдали международные экзамены То есть прошли тестирование на знание английского языка на уровень B2 Это требование минимальное Или на C1 И это уже наш уровень, который позволяет нам расширить количество программ на английском языке В рамках аккредитации, вот мы и подаём на это Как это будет применяться, это уже другой вопрос Но желающих сегодня и зарубежных преподавателей, и местных И до начала эфира я рассказывал вам, что вот у нас есть преподаватели из Латвийского университета Которые тоже предложили свой учебно-методический комплекс и себя, естественно Для чтения удалёнка На английском языке На английском языке На, в режиме удалённого преподавания И нам это нравится Это и удобно, в принципе Это и удобно Но здесь есть свои нюансы Я всё-таки сторонник Если вернёмся к рейтингам То окажется, что ведущие университеты, несмотря на то, что у них есть дистанционные курсы Есть мудлы знаменитые, теперь есть всё остальное Всё с компьютерной грамотой у них всё в порядке Но они все учат в режиме дневных отделений Клатэна Они учат И это связано не только с тем, что обучение в УЗИ Это знание Это научить учить студентов и учиться Но это ещё и контакты Это умение учиться, а значит и работать в международных командах А международные команды – это достаточно важно Это разные подходы, это разная психология Это разные варианты у людей из разных стран И это очень важно Это понимание того, что есть междисциплинарное Когда вы учитесь дистанционно или удалённо Вы видите фактически только свой предмет Или варианты, которые вам предлагает лектор, профессор Когда же вы находитесь в самом ВУЗе Вы можете узнать А вот рядом там идёт лекция другая какая-то А что-то происходит в наших центрах Которых много в академии А вот открылась новая выставка в галерее БиАрт Которая у нас более 700 картин То есть это ещё и Но я не могу сказать, что это воспитание Это самосоздание человека Который потом будет работать Который будет жить И вот его взаимообогащение другими Его, к сожалению, пока нельзя получить удалённо Или в режиме дистанционно Вот как раз мы сейчас подошли логически К первому сентябрю К началу нового учебного года Что касается школ Ну мы уже в принципе в курсе Кабинет министров на последнем своём заседании Определил порядок начала очного обучения Требования к преподавателям К учащимся К техническим работникам Там вроде бы всё просто Как-то бы в жизни реализовываться И выяснится, что не очень просто Но там в принципе понятно Действующий сертификат Переболевшего или вакцинирования Или тест Раз в неделю делается тест И дальше уже, так сказать Если он отрицательный Учащийся продолжает очное обучение Что касается вузов Я так понимаю Никакого нормативного акта Пока По крайней мере Министерство образования не озвучило Я так понимаю Что-то готовятся Какие-то инструкции Посмотрим Что будет делать вузы Понятно, что вы за всех отвечать не можете Что касается Балтийской международной академии Как вам видится через две недели Вот начало обучения Оно будет очным Для дневных отделений Ну, во-первых, мы получаем Разные варианты Вот в руках Я тоже взял специально Мы получили от Министерства экономики Для ректорского совета То, как будет осенью проходить Различные варианты Варианты стратегии В зависимости от красных Оранжевых или зеленых Вариантов развития От Министерства экономики Да, здесь есть то, что и к нам относится Частично Ну, например, у нас есть И во многих вузах Это есть Есть кафе Значит, они уже подпадают Не только под ограничение Учебного заведения Они подпадают под ограничение Или наоборот Расширение возможностей Вот как кафе будете работать У вас хорошее кафе Я помню, да Спасибо Надеюсь, что оно осталось и таким Я всегда говорю поступающим Вы сходите в кафе Вам это предстоит Есть четыре года Может, вы раз съедите И скажите Не-не-не Больше я сюда не буду ходить Буду брать бутерброды Да Так вот Я считаю, что мы пойдем И мы начали это делать По пути так называемого Совмещения Очных занятий И удаленных Мы за последние полтора года Провели реорганизацию Назовем так Учебного фонда Компьютерного У нас есть специальные Тач-мониторы Которые заменяют доски У нас во всех аудиториях Есть большие экраны телевизоров На которых можно работать То же самое и в филиалах Это означает Что те, кто прошел вакцинацию И преподаватели И студенты Могут слушать в аудитории Но параллельно К этому занятию Могут подключаться Как они делали это и сейчас Это все снимается на видео Скажем так Это идет в режиме открытых Открытое занятие Открытые лекции Вы входите И все это видите У вас на экране Это все высвечивается За счет того Что это монитор Не пропадает Проблема там доски На которой Надо повернуться Написать Камеры Это не могут уследить А и тач-монитор Когда пишется все На мониторе Рисуется на мониторе Это сразу выходит И на экраны телевизоров Там в филиалах у нас И на личные там смартфоны Таблетки Компьютеры Все что у кого есть Вот будет пока По-видимому В таком режиме И у этого есть Вообще-то обоснование Для нас Мы проводили опросы Студентов И в прошлом году Сейчас еще Перед началом года Мы проведем еще раз Но там Ведь все Большая часть студентов Под 80% говорила Да Нам нравится Удаленное обучение Если оно будет Например Один раз в неделю А остальные там Два, три или четыре дня Мы бы все-таки Хотели учиться очно Они тоже понимают Преимущество Нормального Человеческого общения Еще Аристотель Говорил Что человек Это общественное животное Вот И это их интересует Вот мы попытаемся Это совместить И это Еще правильно В том плане Что когда есть Какие-то Не знаю Контрольные работы Тестовые И так далее Ну Я не очень Списывать не надо Я о чем и говорю Да Вообще мне тяжело Представить Как это делать В режиме удаленного доступа Тем более Что все студенты Уже технически грамотные Второй компьютер Ставится И так далее Но мне все-таки Кажется Что какие-то Серьезные работы Проверочные работы Надо проводить В аудитории Может быть Я отстал От жизни Не знаю Ну я не помню Ну я не помню Я здесь по-моему Даже Брал Если я с собой Взял Различия Обучения Для преподавателя Да Есть Вот смотрите Традиционное обучение И так называемое Электронное обучение Как здесь авторы пишут Если это Например Ну что Семинарское занятие Стандартный вариант Для преподавателя Подготовка к проведению В очном формате Если это электронное Подготовка к проведению Семинарских занятий В форме вебинаров Подготовка и публикация Учебных заданий В Мудле Написание рецензий На работы студентов Поскольку Здесь то читается Для всех сразу Да конечно Индивидуально Тогда другие будут ждать Пока вы Рецензию дадите Там магистру Абику Элкину А остальные будут Просто слушать Не участвовать Они отключатся Ответы на вопросы Студентов В чате Или по электронной почте Разработка И публикация Домашних заданий В Мудле Выставление оценок В Мудле Сопровождение Студентов В онлайн курсе Содержательное То есть консультации Помощи Все уже в электронном виде То есть видите Уже сколько Отличается И количество И объем С этой точки зрения Подготовительной работы Для преподавателя Он гораздо больше Вы упоминали И возможно Это не упомянуть Пандемию И то что Рост Популярности Психологии Именно обучение На психолога Значительный И кстати Это подтверждает И государственные вузы Если мы посмотрим Не знаю В Латвийском университете То что у меня В памяти Сейчас свежее Они даже сами Сказали Что впервые За долгие годы Нет Психология Будем объективно Всегда ходила в топ За последние 10 лет Точно Вот их последние данные Что психология Опередила даже Юриспруденцию Что в принципе Это такой Я бы сказал Такая мини-сенсация Потому что мы знаем Что вот Юриспруденция В Латвийском университете Она всегда была топ-топ Да И потом уже Все остальные Что касается Вот вашего вуза Часто Здесь вот тоже наблюдают Такую тенденцию Что вот Психология Ну нельзя сказать Вытесняет Но так вырвалось вперед Скажем В этом соревновании Ну у нас психология Наверное последние Где-то 3-4 года Стала Но одним Из четких Лидеров И на сегодняшний день С учетом того Что я уже говорил Только у нас Это есть В частных вузах Кроме того Бюджетных мест По психологии В государственных вузах Тоже не так много Очень мало Вот зачем там Бюджетные места По праву Я не очень представляю Я считаю Что это могло бы быть И Чисто Коммерческие Деньги Точно так же Как по целому Ряду других программ Если кто-то хочет Стать бизнесменом Или экономистом Он может заплатить За свое будущее А лучше Расширить Количество Бюджетных мест По другим направлениям Педагогики К примеру Для учителей По педагогике Все время сокращалось Но это не дало Результата К сожалению Вот я сегодня Взял На 10-е Восьмое Данные Нашей приемной комиссии Могу Перечислить Кто является Какими-то лидерами Я думаю Что во многом Это плюс-минус И в других вузах Где есть такие программы Это На первом месте Как уже говорили Психология На сегодняшний день Это Бизнес администрейшн То есть управление Предпринимательской деятельности На английском языке Это Правоведение Но за свои деньги Это Туризм И гостиничный Менеджмент Несмотря на Падение на 90-80% Туристическое Люди все равно Понимают Что желание есть Это подтверждает Как только Есть какое-то Ну сокращение Ограничений Люди сразу Бегут в аэропорты На железнодорожные Вокзалы И так далее Если говорим О магистратуре Здесь Английская Программа MBA Это Коммуникация В сфере Отдыха И развлечений То есть Это тот же самый Туризм Все-таки люди надеются Что Пандемия закончится Да Такое Желание У людей Как минимум Есть Это программы Европейская студия Это тоже на английском языке Магистратуры И не пропало Желание поступать И в докторантуры Которая у нас есть Это и по экономике Это два года Да Обучения В докторантуре Три Три минимума Если Ну реально три Учитывая Что у нас Защищаются Из разных стран Это интерес И по правоведению Науке права И по региональной экономике И экономической политике Из разных стран Ведь у нас защищались Докторанты И из Тайваня Впервые в балтийских странах И думаю Что наверное Впервые Из балтийских стран Из Коста-Рики И защищались Из Казахстана Из Коста-Рики Да Ну на английском Видимо На английском Конечно Ну это люди Я понимаю Что вы биографию Всех не знаете Докторантов Но это те Коста-Рики Пытались Все-таки в Европе Потом задержаться Вот эти граждане Коста-Рики Или они для работы В самой Коста-Рики Ну пока они там остались Во всяком случае Это и Казахстан Это Россия Притом из России У нас иногда Защищались те Кто имел уже Защищенную Кандидатскую Диссертацию В России Они хотели иметь Доктора европейского Хотя бы PHD Да Поэтому Такой интерес Он существует А они сдержаны Вообще Вот в темах Потому что Ну мы можем себе Представить Даже Ведь интересы Разные На разных программах Одно дело Когда там Кто-то защищает Докторс По какой-то теме Связанной с Латвией А другое дело Казахстан Или Коста-Рика Или там Не знаю Узбекистан Наверное Какие-то региональные Особенности Имеют значение Они безусловно Имеют Но они позволяют Делать то Что называется Вообще-то Компаративистикой То есть Сравнительный анализ И вот такой Сравнительный анализ Ну например Там Тайвань и Латвия Никто никогда не делал Как вы понимаете И Коста-Рики Думаю Что тоже никто не делал И в этом есть интерес Каким образом Ну например Одни и те же решения Которые принимают По экономической политике Правительства Оказывают Какой эффект А почему Этот эффект Такой в Коста-Рике А его нет В Латвии Или наоборот А что можно Было бы перенести Из этого сравнительного Анализа Из одной страны В другую Выявить Какие-то Общие закономерности Которые может быть В экономике Присутствуют Они действительно Есть в экономике Поэтому здесь Такой интерес есть И такие исследования Хорошо воспринимаются И экспертами И теми Кто голосует Но с точки зрения Тем Здесь есть два варианта Бывает Когда Под тему Докторанта И магистранта Тоже кстати Мы ищем Руководителя Это не обязательно Руководитель Из академии Это может быть Извне Это может быть Независимый В какой-то степени Ну вот за последние Полтора года Например Наши докторанты Ездили на Такие научные Стажировки Практики То есть они уже Работали В университеты В Польше Это университет Торуня На Кипре Университет Фридрихсона И в Бельгии Университет Томаса Мора И они Там находили И мы для них Находили Консультантов Научных С которыми Они по этой теме Работали там И тогда Это уже Обогащает Саму работу Во-первых Это два разных Подхода Две разные школы Два разных Руководителя Которые Каждый Перетягивает В сферу Своих научных Интересов Все-таки А для работы Это хорошо Это тоже Очень важно И говоря Или возвращаясь К английскому языку Вот у нас За последние годы Ну во-первых У нас защищается Больше докторских Чем в любом Другом частном вузе Далеко не во всех Есть докторские программы И промоционные советы Но у нас Их два У нас Например По экономике Защитилось 19 работ Из них 15 на английском языке А 4 На государственном языке И писались И защищались Вот что касается Государственного языка Наверное Все-таки Я так предполагаю Что среди наших Радиослушателей Ну те Кто собирается поступить Или уже поступили Абитуриенты Все-таки Они Прежде всего Отдают предпочтение Латышскому языку Ну В отсутствие русского Допустим Если мы говорим О выпускниках Вот этих русскоязычных школ Вот если Ваши преподаватели Чувствуют Что Несмотря на то Что там Человек закончил Сдал этот Централизованный экзамен На латышском Ну есть нюансы Не дотягивает он до того Ну безусловно Я даже не сравниваю С английским языком Она там Чрезвычайно разнообразна И она удовлетворяет Все потребности Русский язык Проигрывает Английскому По терминологическому Богатству Уже Коэффициентом Каким-то большим Поэтому Сейчас законодательство Во-первых Разрешает нам Старшие курсы А чаще всего Это вот для нас Третий, четвертый И пятый курсы Поскольку пятый Это для Вечерников Заочников То есть Это не полное Время обучения Давать занятия Лекции На русском языке То есть На языке На котором Они поступали На обучение Закон это предусматривает Более того Те изменения Которые были Сделаны в апреле Мае этого года К закону Хотя они Еще ухудшили ситуацию Для Русского языка Но они Разрешают Доучивать До 25 Года То есть До 24 Включительно Поэтому Такие Старшекурсники Они это Все получают Естественно Если это Связано С Научными Исследованиями Или С Имплантацией С применением Научных Исследований В учебном Процессе То Конституционный Суд Латвийской Республики Подчеркнул Что Для науки Нет никаких Ограничений Ни в языке Нигде Это есть В решении Которое Касалось Как раз Русского Языка Которое Подавала Одна из Фракций Сейма В свое Время И по Которое Разъяснение По Конституционному Суду Ну во всяком Случае У меня Нет Такой Информации Должен Был Дать Европейский Суд Пока Еще Не дал Не дал И мы Это Обсуждали И возможно То Плохое Решение Будет Основанием Для Латвии Просить Европейский Суд Не рассматривать Раз Мы Приняли Решение Другое Дело Что Просили И запрашивали Облегчить И дать Больше Возможности А мы Ужесточили Ну мы Приняли Решение Поэтому Здесь Могут Быть Еще Такие Политико Языковые Игры В том Числе И с Европейским Судом Но Пока Информация О том Что Они Прекратили Рассмотрение Или Дали Ответы Его Нет Поэтому Мы Говорим Что Да Читать Лекции Вести Занятия Надо В соответствии С законом Но Получать Разъяснения Отвечать На вопросы Заниматься Ну как Минимум Уж С уровня Магистратуры И докторантуры Тем Что Называется Научной Деятельностью То есть Научно-креативной Деятельностью Там Не язык Главное Главное А результат Какой У вас Можно Прекрасно Говорить На языке Но Не Давать Никакого Прироста Знаний Не Придумать Что-то Новое Не Уметь Это Оформить Как Научная Деятельность Может быть Такой Последний Вопрос Можно ли Ожидать В будущем Я понимаю Что это Такой Прогноз Или Гадание Даже Что Государство Начнет Ну понятно Что больше Финансировать Науку Это Было бы Важно В Европейском Союзе Но и Ну размещать Если так можно Скать Госзаказ Или как-то Поддерживать Частные Вузы В том числе Хотя бы Вот как В отдельных Странах Есть Что если Даже Преподавание На государственном Языке Почему же Не поддержать Финансово Если государство Не на Словах А на деле Заинтересовано Не знаю В сохранении Развитии Латышского Языка В том Чтобы он Был Не знаю Жил в науке Это все Требует инвестиций Простите За банальность Ну я Не думаю Что так Будет Потому что В этом плане Вы пессимист В стратегии Развития Которая Есть Вот Принят И еще Вступят Только с понедельника В силу поправки А там уже В переходных Положениях Во-первых Записано Что надо Разработать И указаны Сроки Либо поправки По колледжам Которые Теперь Не являются Высшими Учебными Заведениями Отнесены К закону О профессиональном Образовании Что тоже Колледжам Очень не нравилось А во-вторых Разработать И концепцию И фактически Представить проект Нового закона О высшем Образовании Пора уже Заканчивать Латать старый закон Да И что-то Создать новое Ну странно Что это не Так долго делается И здесь мы тоже Явно Не опережаем Ни Литву Ни Эстонию Которые Давно Стартовали В основном Закончили Свои реорганизации И сделали Все остальное Насчет денег Мы уже Сегодня Говорили Я надеюсь Что все-таки На науку Будет выделяться Больше Средств Даже Даже Хотя бы Для государственных Вузов Для частных Мы подали Так же Как Ирисская Экономическая Школа То есть Стокгольмская В суд Из-за того Что нам Отказали Возможности Получать Финансирование По научным Грантам Из-за того Что мы Являемся Предпринимательскими Обществами По регистрации И что Поэтому Мы можем Получать Прибыль От этих Грантов Я бы хотел Увидеть Кому Удастся От научного Гранта Получить Прибыль Учитывая Что там Расписано Все И я даже Не знаю До чего Мы иногда Сталкивались С тем Что да Вы можете Купить Книжную Полку В аудитории Которая Там будет Оборудована Но ее Размер Должен быть Соответствующий Вот таким От и до И не больше То есть Прибыли там Не получается Там прибыли Вообще Никакой Не получается И обычно Вузы Еще Вынуждены Докладывать Свои Средства Но мы Идем на это И там Тоже ситуация Такая Что суд Запросил И один И второй Это два Разных дела И мы подали И стокгольмская Школа Запросил Тоже Европейского Суда Разъяснение Что же Здесь делать Мы не знаем И тоже Ответа нет Пока Ответа нет Ну что ж Будем ждать Саня Свабукова У нас был В прямом эфире Большое спасибо Спасибо Радиоболтком Редактор субтитров